В ВТО прибыло. Всемирная торговая организация открывает свои двери для Таджикистана. Здравствуйте, вы смотрите Акценты в студии Арман Газан. Таджикистан становится членом Всемирной торговой организации. Начиная с 2001 года, власти страны приближали этот момент как могли. Кстати, в пресс-службе президента подчеркнули, что именно Эмма Мали Рахмон сыграл определяющую роль в ходе многолетних переговоров по вступлению страны в ВТО. К старту готовы. После 11 лет переговоров Таджикистан подключается ко Всемирной торговой организации под номером 158. Внимание национальных и международных СМИ сегодня приковано к штаб-квартире влиятельного экономического клуба в Женеве. Присоединение к ВТО в Таджикистане называют ни много ни мало историческим событием. И действительно, чтобы законодательство республики пришло в соответствии с требованиями торгового гиганта, было принято более 100 документов. Эксперты отмечают, что годы, потраченные на подготовку нормативной базы, не прошли даром. Они обеспечили Таджикистану серьезную подушку безопасности, позволив каждое решение по ВТО взвесить, оценив все риски и выгоды. Для сравнения, беспрецедентно быстро, всего за два с половиной года, вступил в организацию Кыргызстан. Тогда, в 1998-м, его руководство не просчитало возможных сложностей, и присоединение к мировому рынку далось республике непросто. Что касается Таджикистана, то, по мнению аналитиков, подключение к ВТО ему стратегически выгодно. К примеру, в аграрном секторе. На него в стране приходится около четверти ВВП. Более 70% жителей республики живут в сельской местности. ВТО предусматривает государственные субсидии для производителей сельхозпродукции. А значит, Таджикистан ждет новый виток развития в этом направлении. Ключевые партнеры тоже в игре. Китай, Кыргызстан, Асавгуста и Россия уже являются членами Всемирной торговой организации. Состоят в ней также Грузия и Молдова. Казахстан планирует завершить переговоры в следующем году. Подключение к ВТО не означает для Таджикистана и остановки сотрудничества с партнерами по СНГ. Страна по-прежнему намерена войти и в таможенный союз. Итак, как говорится, добро пожаловать в клуб. В течение шести месяцев парламент Таджикистана должен ратифицировать соглашение о вступлении страны в ВТО. После чего внешние рынки станут открытыми, что в принципе не может не радовать. Но при этом и внутренний рынок распахивается для мира. А значит, его участники попадают в гораздо более жесткую, чем сейчас, конкурентную среду. Что же в итоге приобретает республика? Какие перемены в экономике должны неизбежно наступить после этого? Основной акцент при вступлении в ВТО мы ставили на приведение законодательства. В соответствии на то, чтобы наш инвестиционный климат был предсказуемым. Чтобы законодательство было прозрачным. Чтобы инвесторам, как зарубежным, так и отечественным, вольготно и свободно работалось на нашем рынке. Это была самая главная цель при вступлении в ВТО. Чтобы мы выглядели равноправными партнерами среди других стран-членов ВТО. Таджикистан – малая экономика, небольшая по размеру, с ВВП порядка 5-6 миллиардов долларов. И такой экономике, безусловно, нельзя замыкаться самой в себе. Ей просто необходимо, это вопрос экономического выживания, открываться навстречу миру. Самая доходная и перспективная отрасль таджикистанской экономики – сельское хозяйство. Естественно, что членство в ВТО может увеличить долю зарубежной сельхозпродукции и на рынке республики. Как себя будет чувствовать в этих условиях аграрный сектор? По законам или по требованиям СВТО мы можем до 10% протежировать свое сельское хозяйство. Но пока государство Таджикистана может только до уровня 4% датировать и помогать своему сельскому хозяйству. То есть у нас большие еще возможности, еще 6% до потолка. Сельское хозяйство сможет у нас быть поддержано до сих пор. И я думаю, что та возможность, та конкурентная среда, которая будет предоставлена здесь нашим предпринимателям, наш бизнес должен будет обязательно этим воспользоваться. А кто даст гарантию, что со вступлением в ВТО не откроются шлюзы для всемирного хлама? Все, что не продано в том же Китае, пойдет на таджикистанский рынок. По дешевке. Я не думаю, что после вступления в ВТО у нас будет большое количество каких-то там дешевых или там нестандартных или некачественных товаров. Потому что в связи с тем, что мы сейчас очень либеральные, да, есть китайский товар, но он, извините меня, то есть как бы он сейчас востребован страной в зависимости от уровня жизни таких или иных слоев населения. Это как бы возможно, но я думаю, что и будут защитные меры, которые разрешаются в рамках ВТО для того, чтобы защитить свой рынок. То, что некоторые эксперты боятся того, что как будто китайский хлам к нам уходит, это один к одному никакой отношения не имеет. Почему? Потому что раньше китайский хлам покупали наши бизнесмены, которые деньги у них мало было, они хотели побольше купить этих дешевых товаров и продавать у нас. Но сейчас требования гражданина Таджикистана намного верят. Гражданин Таджикистана сейчас не покупает дешевые товары, ему нужны хорошие, качественные, нормальные товары. Между тем, опыт стран СНГ, уже вступивших в Всемирную торговую организацию, показывает, что членство в ней не является универсальным рецептом экономического роста. За примером ходить далеко не приходится. Взять тот же Кыргызстан, который испытывает перманентные экономические проблемы. Если ожидать, что сразу после вступления в ВТО Таджикистан начинается быстро развиваться, решаются многие экономические вопросы, это тоже неправильно, потому что в ВТО нет определенных рецептов развития нашей национальной экономики. Наши ученые, специалисты, наши руководители, политики, политологи должны подсказать, как мы должны решить свои экономические и политические вопросы, а не в ВТО. Безусловно, вступление в ВТО – это не панацея, это не универсальный рецепт роста. Это понятно и таджикскому руководству, и всем тем странам, которые уже в настоящее время вступили или вступают в ВТО. Членство в клубе ВТО – это необходимые условия экономического развития, но его нужно дополнять рядом других мер. Приступив порог ВТО, Таджикистан, тем не менее, заявляет о своем желании войти в таможенный союз. Каковы перспективы республики и имеет ли это смысл после получения членства во Всемирной торговой организации? Я не думаю, что сейчас таможенный союз для нас настолько близок, допустим, как было вступление в ВТО. Здесь есть несколько аспектов. Почему? Потому что таможенный союз, как таковой, он только сформировался, и еще не устоялись какие-то принципы таможенного союза. Тем более у нас нет единой границы со странными членами таможенного союза. Мы можем спокойно быть в таможенном союзе, работать в этом пространстве со всеми другими постоянными партнерами, как Белоруссия, Россия и Казахстан. Мы от них очень во многом зависимы. Мы хотим, чтобы с ними контакты не потерялись. Наоборот, мы с ними должны работать более эффективно. Таджикистан стал членом авторитетного клуба, который определяет правила ведения мировой торговли. И это очень важный момент, так как здесь есть не только кооперация, но и острое соперничество. Понятно, что оно будет обостряться, но это мощный стимул для повышения конкурентоспособности. Все будет зависеть от степени готовности к новым вызовам экономики. Если Таджикистан сегодня претендует на статус современной развивающейся страны, он не может не быть членом ВТО. Это была программа «Акценты». С материалами нашей передачи и другой информацией вы можете ознакомиться на мультимедийном портале мир24.tv. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин